Итак, я сегодня договорилась встретиться со Стасом. Стас – это знакомый Лёши. Лёша – это диджей, мой знакомый, с которым мы сегодня будем играть в клубе «Барри Калау». Итак, зачем же мы договорились встретиться со Стасом? Он мне рассказал про своего друга, который снимает артхаусное кино. А я люблю всё артхаусное кино. И киношное кино. И артхаусное кино. Я уже говорила, что у нас не было. Алло, вы где? Так, я тоже возле 34-го дома. А ты где? Точно. Сегодня вообще день не задался. Привет. Да, слушай, сегодня как-то вообще. У нас секретная штаб-квартира, поэтому мне придётся, что ты должен уезжать 20-го. А это можно оставить? Конечно. Или тоже надо будет, что ты должен сделать? Да. Я знал, что ты тут находился. Конечно. Если у вас всё так серьёзно… Да, если мы расстроимся тайно, потом тебе будет неинтересно. Ну вот, я пришла к Донатасу. Тут пахнет кришнаитами. Нет, тут нету кришнаитами. И вот в каком виде у меня встречает этот маленький принц. Большой принц. Я Алилия. Я Донатас. Это Алина. Очень приятно. Как и присоединиться. Как у вас тут здорово. Да. Совершенно случайно сидели бы рассуждали про кампу. Да и писали, собачьи. Ну, рассказывай, как дела тебе. Дела у меня отлично. Пришла к тебе в гости познакомиться с тобой. Ну, пойдём, я тебе покажу, как мы живём. Пойдём. Ну, верно. Мы, конечно, не все про отстранство показываем, потому что всё это… Это секрет. Вот. Ну, вот, например, это элитационная комната. Здесь мы, скажем так, мастерим и опробуем. Пробуем. Как по-русски я по-русски на это плохо говорю. Экспериментируем над своими проектами. Миленькая, маленькая. А вот это кто делает? Я всё делаю. А это из чего? Это можно трогать? Можно, можно. Только аккуратней, чтобы на тебя ничего не упало. Ты трогай, пожалуйста. А это из чего? Это резиня. У нас самопроизводство. То есть мы делаем всё своими руками. Вот все декорации, все костюмы, весь реквизит. Под видео съёмки, монтаж, компьютерная графика, инсталляции, картины. Что я ещё не перечислил? Сколько сценарий, самопроизводство? А сколько проектов? Проектов? Вот я могу про проекты рассказать. У нас там как раз включен наш сайт. И мы можем просто тебе подробно рассказать, что у нас. Ты можешь пока здесь что-нибудь себе повлететь. У нас есть проекты для одного зрителя. Например, вот присядь сюда, ты можешь ощутить себя одним зрителем. То есть секретный проект для одного зрителя, когда приходит один человек, и ему тут исполняется электронная мюзикация. Собственно, вся моя деятельность началась... Могим по себе. Исполнители, ведь много. У нас коллектив большой. Вся деятельность началась с электронными мюзиклами, которые я придумал. У нас их было какое-то количество. Пока течёт вода, бывшие тёлки-роботы. Что бывшие тёлки-роботы? Бывшие тёлки-роботы, да. Вот такой вот мюзикл у нас. Потом «Под ночью насквозь» и всякие другие мюзиклы. Потом мы начали жить на Нарконфине. Был такой памятник фифохи конструктивизма 1929-1927 года. Тон переход был найти под дом бужуазного быта к дому, когда люди одной профессии должны быть вместе. И вместе заниматься одним делом, вместе есть. Там столовая была, вместе делать зарядку на крыше. Там была терраса. Там была даже прачечная. В общем, всё вместе. Звучит ужасно. Коллективная история, да. Но эта идея загнулась, потому что все были слишком индивидуалистичны. А мы продолжаем эту идею. То есть мы, собственно, живём вместе, вместе трудимся, вместе создаём. Потому что, конечно, эта идея больше для творческих людей, нежели для финансистов и прочих. Коммунистов. Финансисты как раз не коммунисты совсем, а как раз капиталисты. Ну, пойдём, я тебе расскажу про проект. Это, собственно, тот проект, на который требуете сейчас финансировать? Да, да. Ну, в общем, вот наш сайт. Тут сейчас включена нарезка разных лет наших перформансов. Вот на Бернинг-Мэн ездили в Америку. О, круто. Это в пустыне где-то? Да, да, да. Да, это ходит круто. Собственно, мне кажется, я единственный человек из России, которому оплатили туда поездку полностью, на полном обеспечении. Потому что так вообще все туда за свой счёт едут. Конечно. Вот, и мне кажется, я единственный человек, который на Бернинг-Мэне делал перформанс, посвящённый 70-летию Победы в Викой Отечественной войне. Я в костюме солдата советского с перебинтованной головой, завязанными глазами, потому что они кровью как бы залиты, шёл с окровавленными белыми шариками, вот, босой по пустыне среди всех этих фриков, вот, и таким образом привлекал внимание американцев, потому что всё-таки мы вложили больше вклад, больше вклад сделали. Чем они подсуетились, которые в конце конкурсовали, а мы с 39-го года аж. Точнее, с 41-го, 39-го просто началось. Короче, мы, на самом деле, патриоты. Несмотря на то, что мы занимаемся современным искусством, у нас есть идеология своя. И вот многие проекты, которые я сейчас покажу, они, собственно, геологически чёткие. Держи, ты очень удачно сидишь. Вот. Ну, например, этот проект, это подъездная космонавтика, он был сделан, как, скажем, попытка обратить внимание к советской архитектуре, к тому, что вообще, в принципе, вот, к тому, что мы живём, вот эти вот руины постсоветских городов, панельные дома, они похожи вот на руины древней цивилизации какой-то, космической, потому что, в принципе, космизм... Советская идеология была... Советская идеология была... Да, сами, всё, всё сами. Офигеть! Вот. И, собственно, так как конструктивизм – это следствие туризма, вот, и на нас повлияло, потому что мы жили на наркомфиме, вот это, собственно, в этом мунилированном доме конструктивистом, все наши перфомансы начались от тубра. И, как бы, вот эта вот история с подъездной космонавтикой, с тем, что дома на окраинах постсоветских городов похожи на руины древней космической какой-то технологической цивилизации. Собственно, это были наши первые перфомансы. И это была такая футуристическая трагедия, то есть трагедия какого-то отсутствия будущего для всего этого. Ну, как бы, это было в 2011 году. Сейчас, конечно, уже ремонт начали делать кое-где, но всё-таки недостаточно этого ремонта. Наши проекты, они социальны, в большей части, потому что хочется, опять-таки, и сделать инновацию людей, домов культуры, и учебно-технических комплексов для того, чтобы молодёжь не в подъездах там ширялась где-нибудь и бухала на лапках, а занималась современным искусством. То есть подход к домам культуры сделается именно в формате современного искусства. Вот, например, столетие Октябрьской вальницы в Петербурге, в Стритат-музее, был перфоманс. Это всё рисунок, это, на самом деле, декорация. Это не настоящая. Сильный валь? Да. А кто делал такую большую декорацию? Ну, там совместно не усилили, потому что, конечно, мы одни бы не справились. Вот опять Бэдлингвайн показывают. Вот. Ну, давай покажу тебе наши какие-то спектакли, которые мы сейчас... Вот есть мифы, например, спектакли. Это как раз типа мифы древних народов, но на самом деле это про Советский Союз. То есть как будто бы Советский Союз раскопали через 4 тысячи лет, и уже новая цивилизация, такое будущее в прошлом. Они как бы следуют, что такой был Гагарин, что это человек. Потому что новое поколение, которое сейчас живёт, они в принципе не знают, что это было, как это было. И уже как бы как рождается миф? Миф – это искажённая действительность. Когда, ну, то есть такой сломаный телефон, один другому передаёт. Поэтому у нас там такой миф был сын Гагары, и он летел в космос. То есть вы интересный способ придумал привлечь внимание, потому что так это интересно. Ну, да, это переосмысление как бы этих всех идей, потому что были, на самом деле, идеи довольно-таки хорошие, и я бы не сказал, что всё в Советском Союзе было плохо. Я, например, человек старый, успел заставить в советское время. Я так скажу, молодым, на самом деле, мне 40 лет. Серьёзно, я тебе могу поскольку покажать. И мы жили в Беларуси, и у нас всё нормально было. Я не знаю, как в России. У нас была прям... Белорусская республика была одна из самых богатых. Прибалтика, Беларусь, там нормально всё было. И у нас всё работало, и дома культуры. Поэтому... То есть, если переосмыслить хорошие идеи из советского периода, какие-то социальные клубы, и дома культуры, и учебные комплексы, как промежуточные этапы между, например, школой и институтом, потому что многие люди не знают, куда себя деть после школы, и поэтому у них начинаются эти вот... Уже в школе, правда, начинаются там все эти слабоголины, с наркотиками, дела. Но если их вовремя начать вовлекать, правильно давать направление в профессии... Профориентация... Да, да, опять-таки, они должны творчески относиться к труду, к своему, который они выбирают. Потому что любой труд, будь там, это продавец в магазине, или будет там слесарь, или это художник, это всё равно художник, понимаешь, своего дела. Это можно довести всё до уровня искусства. То есть, они понятны сейчас, как современным детям выбрать, что им нравится, если у них выбора даже нету. Вот, поэтому мы и занимаемся... И школы никак не способствуют тому, что... Ну, вот, у нас очень часто, например, в проектах участвуют не актёры. Мы, в принципе, так делаем не только спектакли, еще делаем акции и перформансы. Собственно, здесь нельзя это быть актёром, поэтому мы привлекаем людей даже сложной судьбой, бездомных, например, или каких-то людей-беженцев, там, с Донбасса. Вот у нас ребята были в своё время ну, то есть, пытаемся социализировать их. Опять-таки, какие-то маргиналы, неформалы, там, ещё кто-то периодически тоже у нас участвовали в проектах. Есть у нас и коммерческие проекты, собственно, можно обратиться к этому. Ну, я рассказал, да, уже про сына Гагара и мифы про древние народы и сверхтехнологические цивилизации Атлантиды, Витабарии и Советского Союза. Далее у нас есть коммерческие проекты, например, такие, как мистический стриптиз. Это проект про эскорт-агентство. Эта история основана на реальных событиях. Про стриптизера-неудачника и элитную проститутку, которая семейная пара. И всё основан на реальных событиях. Мы прям брали интервью. И такая теория заговора, закулисная жизнь Москвы, сплетни. Какая-то такая немножко атмосфера с широко закрытыми глазами. или Твенпиксы немножко может быть. Или что-то такое вот среднее. Есть ещё один коммерческий проект, который, может быть, как трип. Не спектакль, а такой трип. В полной темноте зритель попадает как-то и вот с завязанными глазами в секретную комнату, где может произойти всё, что угодно. И, собственно, там происходит некий тактильный трип по комнатам с разными ощущениями. На спектакль, так? Ну, иммерсивный это сейчас называется, да. Собственно, вот он идёт с большим успехом, но он секретный. У нас большинство проектов секретные, поэтому не все о них знают. Знают только избранные. Есть ещё более коммерческие проекты, например, как иммерсивные ужины, которые, конечно, сейчас начинают получать какую-то популярность, но на самом деле это делают не очень правильно, потому что это западный такой ужасный жанр. Сейчас они всё по особнякам делают. Но это же не важно. В особняке это и что там обычно русский иммерсивный театр заканчивается тем, что тебя просто с загадочным видом куда-то манят. И всё. Это по комнату. Вот весь русский иммерсивный театр. На самом деле там гораздо больше опций и возможностей и перетрубации. Собственно, в жанре иммерсивного ужина у нас есть масонский ужин, граф-мистификатор проект, есть более классический Жени Буфигарова и вот есть таинственный цирк, то есть ужин в цирке. Но это если говорить прямо про коммерцию. Если говорить про более психологический жанр, есть у нас проект не другие, про псевдодружбу, про то, как люди называют друг друга друзьями, но при этом всячески используют и занимают деньги по году не берут трубку, не отдают, не сдали друг друга в милицию. Ну то есть как бы... Ну то есть, если человек называет тебя другом, это не значит, что он твой друг, он может тебя использовать в своих каких-то целях. Мне кажется, это очень актуальная тема, потому что... А это помогает разобраться, кто тебе друг, а кто тебе не друг? Ну это психологический жанр, то есть когда идет исследование этих проблематик, то есть такой геролаж для взрослых, где собраны ситуации с людьми, узнаваемые, у нас там актеры довольно-таки известны, сейчас, например, Егор Корешков и Светлана Агустинова. Посмотрите короткий ролик, никто его еще не видел. Это веб-сериал, у нас есть онлайн-спектакли, у нас есть просто веб-сериалы, которые, собственно, мы сейчас будем запускать с Станиславом в сайт. Вот, такой Netflix для бедных мы его называем. Почему для бедных? Потому что всяческий неформат в России он не развит, потому что в него просто не вкладывается. Продюсеры думают, что наши зрители настолько глупые, что им можно смотреть только там каким-нибудь попсу, там, про Воронинах или там ну, кто, что крутит канал с обычным. Или какие-то украденные на западе реалити-шоу. А это не так. Наш зритель готов и к неформатным проектам, и к каким-то проектам, скажем, раскрывающим его. Потому что мы не должны, скажем, даже если человек, у него нет высшего образования, то мы не должны как бы под это подкладываться. Мы должны, наоборот, поднимать его до уровня людей с высшим образованием. Собственно, почему наши проекты социальные? Потому что капиталистам, например, невыгодно делать людей умными. А социалистам выгодно, потому что они хотят образовывать людей как полноценную вечности, думающую и выбирающую свою судьбу. Я, опять-таки, говорю, про правильный социализм, а не про большевизм. Вот. Ну, не думайте, что все наши проекты политические, ни в коем случае. У каждого участника нашей организации свои политические убеждения и отсутствие их в своей религиозной убеждении. Мы не основаны ни на религиозных, ни на политических принципах. Главный наш принцип это совместное действие для созидания мира вокруг себя. Потому что периодически увидев как все классно в Москве, можно, например, выехать за МКАД, куда-нибудь там, в Дмитров, например, город Ивич, что там до сих пор разруха. И это не значит, что там надо ждать пока сделать что-то правительство. Мы сами можем менять жизнь вокруг себя. У нас есть проекты такие, как танцевальные субботники, например, или там лекции танцевальные, когда вечеринка совмещена с полезным эффектом. То есть помимо того, что-то танцуешь, можешь электричество какое-то, генератор выработать таким образом и снабить электричество в район, например. Или убрать территорию и параллельно прослушать полезную лекцию в танцевальном режиме, как кричейнг костюмирование какая-то баланс карат. Слушай, здорово. Столько всяких идей, все они крутые, но почему-то не планируют дом 2. Аааа, почему? Потому что о нас никто не не знает. Надо это как-то менять, потому что я тоже считаю, что народ уже готов, все поголовно говорят, что они уже устали от этого. А собственно выбора никакого нет, он есть. Просто никто про себя не знает. Есть поэтому у нас наш сайт, и мы сейчас сделаем второй сайт именно по киношной теме, потому что важнейшим искусом для нас является кино и цирк. А сайт уже открыт, да? Он уже в то же теперь. Вот этот сайт show2.ru он открыт, как слышишь, так и пишешь. Второй сайт, мы сейчас название пока выбираем, может это будет называться футурист фильм или как-то что-то такое. Это будет сайтами, посвященные неформатному кино, которые популяризируют в принципе любой неформат в нашей стране. У нас будет сериал по Достоевскому, который называется Достоевский Today. Достоевский на современный лад, который снят. Очень круто. Вот, да. И он как бы немножко что-то среднее между видеоартом, клипом и таким вот реализмом туристическим современным, скажем, который будет узнаваем всем. Это прям второй глоток воздуха для Достоевского. Да, да. Для тех, кто не любит читать. Ну вот, да, и у нас будет проект собственно не отруги, который про всякая дружба, что в телефоне кучи номеров и позвонить некому, что собственно актуально мне кажется для всех. И друзей в соцсетях очень много. Да, на самом деле может тебя никто и на поферу даже не из них нибудь не перейдет. Ну или потому, что ты позвал их. Ну не позвал их. Не добавил друзья вон. Лайк не поставил. Да, и будет у нас еще проект инстаграмщик такой, который инстаграм-сериал про фейковые аккаунты в соцсетях, потому что не стоит доверять всем ребятам, которые тебе верят в соцсетях. Ну да. Собственно, вот на эти проекты мы ищем какое-то софинансирование, потому что они у нас наполовину уже отснятые. Есть какие-то спектакли, которые тоже классно было бы... Скажем, у нас куча готовых проектов. И проект может быть каким угодно классным, но проблема в том, что не обязательно на него кто-то придет, потому что они могут просто не узнать, что он классный. То есть, он-то и делает. Я смотрю, вы делаете что-то вообще нереальное. Да, поэтому у нас вкладываться надо только в пиар, по сути. А я как бы вот, первый раз вижу. Вот. Ты будешь видеть чаще, если мы будем дружить. Я надеюсь, что да. Очень круто. А можно как-то у вас поучаствовать? Конечно, конечно, можно. Мы принимаем все заявки на участие. Мы в этом смысле открыты. Просто материалы это действительно для разного зрителя, разношерстного. У нас зрители зачастую как персонажи тоже участвуют периодически в этом-то и кайф, потому что никто тебе не даст, кроме толкинистов, может быть, переодеться во что-то или там в балм-аскарад, там как вот мы участвовали в Midsommun Night Dreamе, ну мы часто участвовали и в форуме фестиваля, и в Midsommun Night Dreamе, и в Берлингмэне. То есть, кроме вот этих вот, может быть, двух-трех фестивалей, таких вот прям рейв-маскарадов или каких-то, где зритель действительно может стать одним из участников, их вообще в принципе нет. А иммерсивные спектакли, которые опять-таки зрителю выдадут роль, их в принципе не существует. И это на самом деле страшно. Ну и люди в принципе сами боятся куда-то выходить почему-то. Люди безопасные какие-то виды искусства. Сжатые, закомплексованные. для тех, кто более, скажем, любит дома сидеть, у нас как раз есть формат веб-сериала или онлайн-театра. А для тех, кто любит, скажем, иммерсив и интерактив, у нас есть вот такие проекты, в которых ты можешь поучаствовать. Спектакли, вечеринки, танцевальные лекции или какие-то электронные мюзиклы для тех, кто любит активность. В принципе, наша целевая аудитория тут молодые люди от двадцати до сорока лет. Потому что до сорока лет уже, в принципе, молодой человек. Как видите. Я прекрасно сохранился. От двадцати? В общем, можно и от шестнадцати, когда возраст позволяет. Что еще показать тебе? Как так? Почему я первый раз это вижу? Немцы, кстати, нас очень любят. Немцы все время нас приглашали выступать. Так, по технику кассетам показал, что еще не показывал. Бутик есть у нас, например. Мы шьем одежду. Ну, помимо одежды для выступлений, у нас есть одежда для повседневной жизни. это же спортивная одежда, комбинезоны какие-то. То есть, это все шьет. А где одежду заказываете? Мы не заказываем, мы сами шьем. Прямо не сами шьем? У нас самопроизводство, говорю, мы все умеем. Мы только пять. Слушай, а вы можете сшить такие мешочки в форме брелка, типа зайчика, или черепашки, или замочки? Да мы можем все. Как бы купим материалы сошьем? Да не вопрос. Вообще вопрос. Конечно. Покупали материалы, сошьем. Вот. Есть у нас вот такие шахты, манишки, например. А у вас есть ваш логотип? У нас антилоготип наш есть. Это что? Покажи. Это его отсутствие. У нас вместо логотипа вот такой квадратик, прямоугольничек. Видишь, вот этот беленький. Или черненький. Слушай, западно. Так, сейчас надо по времени посмотреть. У нас просто съемка сегодня. У нас еще есть 11 минут. У нас просто в 4 часа придет наш оператор. Да, мы еще должны тебя отсюда секретным образом вывезти, чтобы никто не знал, где мы находимся. Игорь Ильич, вот кинсталякс я делал. Вот это да. Ну это бабло давали. Конечно. Когда бабло есть, можно что хочешь. Вот собственно великой победе в Великой Отечественной войне. Перформанс священный был. Вот это крутое видолг. Необычное ощущение, когда идешь по пустыне и чувствуешь себя какой-то такой одинокой душой после смерти. И там на Берлинах манижу фишка в чем, что ты когда внутрь уже попадаешь, там все бесплатно. Ты можешь в любой бар зайти, тебя там нальют, главное с кружкой своей ходить. А где-то есть лагеря, где можно поесть бесплатно в том числе. Ну там напился, упал, где упал, там услышал. То есть никто не трогает. Вот. И было очень забавно, когда я пришел в какой-то бар, стимпанк-бар назывался, в стиле 19-го, начала 20-го века, правый механизм. Вот я как раз пришел, сел, и там барный такой, ну что бываешь, что такое? Что у вас есть? Не такой виски. Давай виски. Ощущение было, вспомнил Гришковца, как я съел собаку, про то, как он говорит, мне кажется, что после смерти моряки, они попадают в такое пространство, где они просто все сидят и курят. И просто тишина. И такое вот ощущение было, как это просто в пустыне, этот бар, и я такой вот солдат с караванной головой, с караванными атмосферника там. Ну, я тебе скажу так, атмосферника это неправильное слово, там как будто другая планета, ты попал просто в компьютерную игру, в которой там просто даже не так, не амбирную игру, а какое-то ожившее казино, которое расползается в разные стороны, вот так, потому что там мигающие ездят монстры, мьютант-кары, ну такие машины, ну ты видел там Заней Горыныч, там Сминог, какой-нибудь космический корабль, вот, и они ездят так по пустыне, а ночью они просто мигают все, и там из каждой машины идет своя музыка, потому что в каждой машине своя вечеринка, и они такие вот так вот просто ездят в сестру, и я такой что это? Ай, пальчик какой был. Ну что, когда можно будет к вам прийти на какой-нибудь проект, что-нибудь поделать? А вот как сделаем пиар. билеты продадим, так и попадешь. А на что билеты? Ну смотри, у нас сейчас из готовых проектов, которые сейчас в принципе более-менее идут на самообеспечение, это вот ноль шопта в секретной комнате, но там единственное, там ноль шопта. Это в полной темноте проект, когда тебе завязывают глаза и путешествие в неизвестность в секретную комнату, где может произойти все, что угодно. Там, к сожалению, нельзя снимать. Сколько стоит? Ну, понятно, что нельзя. Билеты у нас стоят регулярный билет 1500 или билет от 4000. То есть там зависит от длины маршрута, от количества опций включенных. От логации. Будешь ты есть, не будешь есть, сколько ты внимания к себе хочешь, пьешь ты алкоголь, любишь ли ты какие-то эксперименты над собой. там, ну, то есть, как бы, опции разные есть. А есть прайс-лист? Есть. А есть там только на одного человека или можно... Не-не-не, на групповые сеансы скидка даже у нас есть. Вот. Потом, есть электронный мюзикл, в принципе, тоже, вот, перфонанс для одного человека, электронный мюзикл, его можно, в принципе, сделать как на заказ, грубо говоря. Я хочу там такого-то числа, чтобы там, прийти и удиви меня. И вот, собственно, звонишь, окей, договорились, приходи, завяжем глаза, уведем, не буду знать куда. Вот. Этфонируши. Не ясно. А есть что-нибудь там для влюбленных парочек или что-нибудь такое? Вот, у нас, собственно, ночь шепота, это мы немножко такая интерактивная сваха, то есть, потому что ты можешь прийти и со своей парой, а можешь, если ты одинокий, прийти и найти здесь свою пару. То есть, не то, чтобы это какой-то своднический клуб, скажем, ты можешь, действительно, у нас приходили люди, которые реально потом ходили вдвоем, приходили по одному, ходили вдвоем просто. Потому что они там в темноте как-то друг друга нащупали, разговорились. если же надо сходить, ну и множество других есть тоже проектов, которые тоже на эту тему идут. Вот. Ну, интересненько, интересненько. Интересненько. Да. А прайс-лист где можно взять? Эти скину. Все. Эти все скину. Хорошо. Через стартами можно купить. жду прайс-лист, продаю все это, а потом ты меня берешь к себе. Не вопрос. Еще. Могу я ведь, давай, давай к себе. Круто я буду участвовать в шоу. В шоу. В шоу. Это двойное шоу. В шоу. Ну, у нас, в принципе, наши проекты были на то рассчитаны, чтобы они меняли жизнь вокруг, а не просто как бы люди приходили там с нами и с отрицательными. Поэтому вот. Мы пойдем проведу тебя напоследок по квартире, потому что вот уже опять подходят что тебя оттуда выводить. Ну что. Еще раз посмотрим, как у нас тут все классно. Какие у меня толстые щеки. Да. Вот. Очень круто, интересно. Да, у нас будет любопытнее. Скоро Стоевский и другие. Все эти веб-сериалы мы сейчас готовим. Ребята, голосуем, потому что это максимально интересно. Спасибо. Это очень, 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 очень круто. Очень, очень, очень круто. Спасибо, что пришли в одну из наших секретных комнат. Это только я напоминаю, одна из. У нас их много. Если хотите посмотреть, голосуйте. Голосуйте. Ну, давайте завязывать глаза и выводить. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.